Приветствую всех, кто на моём канале. Вчера мы праздновали День независимости Израиля и решили отметить это дело шашлыками во дворе у родителей мужа. Моя свекровь покинула этот мир год назад, и мы стараемся уделить внимание отцу. И заодно, когда бываю там, открываю шкафы, проверяю, что оставить, что раздать, что продать. И вот коллекция тарелок, которые я решила показать вам. Кое-что уже я показывала, кое-что новое для вас. Начнём с этих тарелок. Две тарелки. Не две, их больше я взяла по одной из каждой серии. Это тарелочки для супа. Не самые большие, бывают большие. Очень удобные. И очень старенькие тарелочки. Знакомые всем. Я думаю, 60-70-х, 80-х. Многие пользовались такими тарелочками. Белый фарфор. Голубая кайма. Ободок голубой. И позолота. Строгая. Ничего лишнего. Но такая знакомая и родная тарелка. Это Конакова. Зик. Это 50-е, 60-е годы. Я думаю, куплено где-то в конце 50-х. Если даже не ошибаюсь, здесь должна была быть цифра 5. Она стёрлась 59. Вот такая старенькая тарелочка. И ещё одна тарелочка для супа. Вот с таким рисуночком. Естественно, видно сразу, что это деколь. Тоже простое оформление. Фарфор. Кстати, тонкий, хороший фарфор. Золотая. Ободок золотой. И вот этот рисунок. Это тарелка Туймазинский фарфоровый завод. Я думаю, тоже с 70-е, 70-е, 80-е годы. Это две такие тарелки. Есть, смотрите, прямо ностальгическая тарелка. Несколько таких. В разных вариациях, с разным ободком они были, я думаю, в каждой семье. Это у нас тоже ЗИК. Даже написан год, я думаю, 54, по-моему. 54-й год. Конакова. ЗИК. Старенькая. Посмотрите. На этот край. Тарелка, которая очень использовалась в доме, конечно, уже несколько лет, но уже, наверное, десятки они просто хранятся, потому что покупаются новые красивые вещи. Очень такая простая и родная тарелка. Я думаю, здесь было золото тоже. Вот сейчас только заметила. Был золотой ободок, он стерся. Вот подобная тарелочка, есть еще одна, даже две, похожие, но здесь больше сохранилось золото. Я думаю, даже это то же самое. Нет, это не то же самое. Представляете, как они похожи, да? Как они похожи. Просто здесь позолото здесь стерлось, здесь сохранилось, но это разные заводы. Абсолютно разные заводы. Вот такая тарелка. Осиний цвет как сохранился. Да и позолото тоже неплохо, учитывая, насколько старенькая эта тарелка и активно использовалась, как сохранилась. Это красный фарфорист. Вот. Где-то, я думаю, 70-е годы. Второй сорт. Такая чудесная тарелка, ностальгическая очень. И такая же есть в бордовом цвете. Полоска бордовая. Две такие тарелочки. Они уже не в полном комплекте сохранились. По несколько тарелок с каждого цвета. Вот. Неплохо, кстати, для своих лет. Вот тоже красный фарфорист. Второй сорт. Две такие. Вот несколько заводов выпускали одну и ту же одинаковую продукцию. Вот это меня удивило. Следующие тарелочки. Я ее как-то показывала, но решила присоединить. Вот такая чудесная. Со смородиной. Очень интересная тарелочка. Этот рисунок прямо делает ее такой милой. Эту тарелку такой приятной. Так вроде бы ничего лишнего. Вот только золотая. Вот золотой такой ободок. Полосочка эта. Это у нас Туймазинский завод. Туймазинский завод. Вот он. Думаю, 70-е, 80-е. Приятная, очень приятная тарелка. Есть еще две тарелочки поменьше. Это, можно сказать, десертные. Это из одной серии, но размер абсолютно один. Но ягоды, рисунок ягод по-разному. Тарелка оформлена по-разному. Здесь в центре. А здесь, смотрите, где находится вот этот рисунок. Ну, это одна серия. Это Краснодарский завод. Третий сорт. Боже мой, третий. Это первый сорт. Как странно, да? Сорта, клеймо в разном цвете. Зависит от сорта. Третий сорт зеленого цвета, клеймо. Первый сорт красного. Второй, по-моему, синего. Не помню уже. Вот. Странно, да? Вот. Абсолютно, вроде бы, кажется, одинаковые. Сорт разный. Другой. Видимо, есть какие-то нюансы, которые мы не замечаем. А на заводе были контролеры, которые решали контролер качества. Замечали маленькие недостатки. Вот такие чудесные, действительно чудесные, маленькие тарелки десертные. С ягодным рисунком. Неплохо сохранились. Сохранились. Следующее, что я хочу показать вам. Вот есть несколько таких маленьких тарелок. Это меньше, чем десертные. Это, по-моему, пирожковая называлась. Очень хороший фарфор. Тонкий фарфор. Золотое такое обрамление. Приятно. Это октябрьский завод в Башкирии. Сейчас он называется башкирский фарфор. По-моему, второй сорт. 70-е, наверное, 80-е годы. 6 рублей 36 копеек. Я думаю, это 36 копеек точно. А 6, наверное, рэ. И не думаю, что только вот одна тарелка стоила. Наверное, шестерка тарелок стоила так. Очень качественный фарфор. Очень. Приятный. Еще я у нее обнаружила такие чайные тарелки. Я просто показываю по одной из каждой тарелки. Вот. Давайте вот так. Вот такие розетки нашла. 6 таких розеток. Тоже славно пользовались ими. Слава Богу, что пользовались. Это Дулёва. Это Дулёва. Это Дулёва. Я думаю, 70-е годы. И я думаю, наверное, не только розетки были. Был какой-то сервиз, комплект. Это просто, наверное, то, что осталось. А может, я ошибаюсь. 6 таких милых розеточек Дулёвского завода. Приятные. Первый. Какой сорт? Первый сорт. Вот так. Такая старенькая тарелочка чайная. Такая самая обиходная. То, что было, я думаю, у всех базовая, можно сказать, серия. Это коростень. Коростень. Первый сорт. Сюда, значит, к ним подавались чайные стаканы, тонкие, с гравировкой. Или тоже с золотым ободком наверху. Помните, были с разными красными, синими, с золотым ободком. Вот такое блюдце и стакан к нему. И клеймо я вам показала. Вот посмотрите ещё, что я у неё обнаружила. Несколько таких блюдец. Чудесная тарелочка. Чайные блюдца. Очень старенькая. Это красный фарфорист. Второй сорт. 63-й год. Чудово. Когда, после 62-го года, я думаю, название Чудово не ставилось. Красный фарфорист. Но Новгородская область. Какая чудесная вещь. Ближе покажу вам эти замечательные рисуночки. Вот эти тарелочки в полном комплекте. Они чайные вроде бы, но они такие глубокие. Я думаю, их можно использовать даже как вазочки. Для конфет, не знаю, для чего-то ещё. Для подачи чего-то. Они более высокие. Не такие традиционные, как вот эти блюдца. Очень приятная тарелка. Это Япония. Это японское производство. Куплено уже здесь, наверное, лет 20 назад. Но красивое. Красивый рисунок. На белом фарфоре. Похож на луковый рисунок. Очень, может, так же и называется. Очень красивый. Красивая вещь. Красивая тарелка. Тарелка. Маленькая вазочка. Вот эти, я знаю, покупали здесь. Но где-то лет 25-26 назад. Очень давно. 25 лет точно. Этим тарелкам. Это ручная роспись. Об этом гласит. Смотрите, надпись. Ручная роспись. Нет, не ручная роспись. Hand printed. Не знаю, как это. Hand painted. Правильно. Painted. Просто я плохо прочла. Нет. Hand painted. Правильно. Я поняла. Это Румыния. Ручная роспись. Ручная раскраска. Она покупала себе и мне. У меня остались несколько таких блюдец. И у нее остались. Хорошо сохранились и позолота. Здесь даже немножко. Видите, еще сам фарфор. Вот такой немножко рифленый такой. Рельефный. Вот. Румыния. Это Румыния. Made in Romania. Arpo. Кобальтовые такие блюдца. Еще я вот обнаружила вот эту тарелочку. Она использовалась как чайная. Я помню. Она даже потерлась. Очень так видно следы использования. И вот когда я вчера ее изучала, обнаружила, что здесь написано на иврите предупреждение только для украшения. То есть эта тарелка декоративная. Но по незнанию ее использовали как чайную. Вот так. Красивая тарелочка. Любила моя свекровь в красивую посуду. Я даже иногда говорила, ну зачем тебе столько посуды? Посмотри, сколько у тебя. Зачем ты еще покупаешь? Вот такая красивая, очень декоративная тарелка. Так, теперь я показывала вам в прошлых роликах несколько раз. Показывала посуду песочного завода. Вот, сейчас покажу клеймо. Это песочные пиалушки. Показывала маленькие пиалушки. Это комплект. Это чайник. И я его показывала. И вот такие пиалки. Вот, теперь нашла большую. Вот я вам показывала эту маленькую пиалу. А теперь нашла вот большую. Но я честно не знаю. Честно не знаю. Вот это из одного комплекта или нет. Я думаю, что да. Просто меня смущает орнамент. Посмотрите, здесь какой орнамент. Здесь цвета те же самые. Здесь золото идет. Вот рисунок в золоте, да. Красивый рисунок. Красивые цвета. А здесь золото идет. Здесь внизу идет такими ободками. Ну, и так посмотрим. А ну-ка. Это клеймо красного цвета. А здесь клеймо синего цвета. Нет, это, наверное, не один комплект. Просто куплены так, подобраны как комплект. Я поэтому сомневалась. Да, это не сервиз, так сказать. Вот такой красивый рисунок. Солнечный такой рисунок на этой большой пиале. Ее можно вот для подачи чего-то использовать. Это даже не для супа. Она большая, реально большая. Вот это можно для супа, для других целей. А это большая пиалка. Красивые. И теперь еще две вещи покажу вам. Вот две такие овальные тарелки. Даже не тарелки. Это блюдо. Это блюдо. Я не знаю, сколько лет приблизительно в семье. Никаких знаков. Никакого клейма. Но мы активно пользовались этим. Она активно пользовалась. На всех праздниках, днях рождениях. Подавалось в этом что-то. Как много золота на синем фоне. Очень красивая такая вещь. Красивое блюдо. Для рыбных блюд. Для чего-то еще другого. Белые. Четыре вставки белые. Середина кобальт. И вот такое золотое добавление. Такие рисунки. И вот последнее, что я вам хочу показать. Вот такую красивую вещь. Такое красивое изделие. Сразу, да, навевает. Вот это сразу мысль такая появляется, что это, наверное, Средняя Азия. Да. Это Узбекистан. И я думаю, что это куплено, да, это куплено уже здесь. Меденый Узбекистан. Тоже лет, наверное, 20 назад. Красивая тарелка. Красивый узор. Традиционный, народный такой. И вот середина. Вот осталась нетронутая, без рисунка. Это для того, чтобы, видимо, мы больше сконцентрировались на красоте этого орнамента. Вот показала вам все, что я вчера обнаружила в шкафах у моей свекрови. Царство Небесное. С удовольствием поделилась этой красотой с вами. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи вам! Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok